так ну хорошо добрый вечер всем всем присутствующим мы продолжаем сегодня разговор по книге судей будем опять таки следовать тому же сценарию который был прошлый раз я кое-что расскажу потом небольшой перерыв на вопросы а потом вторая часть сегодня мы будем говорить о шимшоне я кстати говоря очень рад что здесь присутствует я так понял хава является дипломированным классицистом что в общем данной ситуации будет очень немаловажно потому что раз собираюсь говорить сегодня немного о параллелях между рассказом рассказами о шимшоне и тем что нам известно из греческой мифологии но прежде всего как бы некоторые общее введение прошлый раз мы наблюдали за странным противоречием в книге судей между в связи с отношением к алену бениамина рассказ об и гуде сыне геры с одной стороны и рассказ о наложнице которая была изнасилована жителями гивы бениаминовой с другой стороны а сегодня мы тоже обратимся к двум рассказам один рассказ о шимшоне другой рассказ о странствиях колена дана в одном из приложений книги шофтель и мы опять таки будем наблюдать очевидное несоответствие этих текстов но прежде всего наверное надо сказать когда мы начинаем разговор о шимшоне что образ этот даже по библейским стандартам он конечно необычен если не сказать что он из ряда он выходящий образ потому что в целом в целом тонах рассказы на хические тяготеют к определенному реализму не то чтобы он является единственной доминантой но все-таки определенное тяготение к реалистическим описанием есть и в том числе когда мы читаем рассказы книги судей о судьях то мы как раз можем наблюдать это воочию поскольку в общем все остальные судьи которые описываются более менее подробно тот же и гуд которого обсуждали в прошлый раз двора гидон ифтах все они в общем очевидно фигуры принадлежащие нашему миру это люди конечно обладающие харизмой случае дворы подчеркивается что она обладает пророческим даром но скажем так ничего сверхчеловеческого как правило в них мы не наблюдаем в отличие от этого когда мы говорим о шимшоне то возникает ощущение родственности этой фигуры тем эпизодическим персонажем которые как бы вскользь упомянуты и и решить я напоминаю рассказ очень короткий всего четыре стиха в шестой главе книги берешит о том как сыновья божьи выбирали себе дочерей человеческих и рождали от них великанов нефилим и понятно что это некоторые осколок мифа который обнаруживает сходство если не родство то по крайней мере какую-то параллель с известными мифами окружающих народов как на древнем востоке так и скажем древней греции о рождении героев результате таких смешанных браков когда одна одна из один из родителей принадлежит миру божественного а другой миру человеческого будем наблюдать в то же время некоторое некоторое стремление автора рассказов о шимшоне свести как это это сходство по мере возможности на нет но при симптома но внутренне присутствует мы сейчас прежде всего обратим внимание на эти детали и их обсудим ну прежде всего конечно необычайная сила физическая сила шимшона не соизмеримая ни с чем если он даже мог поднять ворота газы и унести на своих плечах есть несколько описаний в книге шофтим его необычайные силы голыми руками разодрал его тем бы не был этот лев но так и иначе конечно же когда мы читаем такие вещи нам сразу же приходит в голову определенные параллели и известны опять же из пример из древней греческой мифологии когда геракл например побеждает немейского льва тот же геракл устанавливает гибралтарские столбы значит рассекает скалы шимшон правда ситуация конечно другая но все-таки шимшон охватывает два столба в храме дагона и обрушивает этот храм короче говоря как бы эта сторона его личности она конечно не может не натолкнуть нас на размышления о некой полу мифической фигуре теперь как есть еще одна существенная деталь которая тоже не не может быть оставлена без внимания это вопрос рождения шимшона с одной стороны как бы рождение шимшона описано в рамках того мотива или как бы как модно сегодня говорит петровна когда бездетная женщина получает обещание свыше потому что она родит ребенка и отправила такой ребенок оказывается необычайной личностью мы наблюдаем эти такого рода рассказы в книге решит разумеется в связи с праотцами авраам с хаком яку мы наблюдаем это связи с рассказом о рождении пророка шимуэля и соответственно и соответственно с рассказом он на заре и шимшоне вот при этом при этом случае с случае с шимшоном это история описано наиболее подробным образом дважды является перед женщиной ангел господин и возвещает ей о том что она родит вот этого самого назарея при этом используется в этом рассказе такой немножко двусмысленный термин а именно глагол лаво с одной стороны глагол лаво может обозначать действительно просто прийти и комментаторы танаха вообще книги судей в подчеркивают всячески что значит то что происходило между женой мануаха то есть матерью шимшона и ангелом господним это лишь разговор но мы знаем о том что глагол лаво имеет дополнительную коннотацию дополнительное значение а именно соединиться женщины в таком значении он неоднократно встречается в разных текстах мало этого я хотел бы обратить ваше внимание еще на то что второй по крайней мере раз ангел встречает жену мануаха в поле а поле такое место как бы некоторые символ символ противоположности цивилизованному миру поле могут случаться всякие неприятные вещи начиная от убийства кончая запрещенными сексуальными связями и его дворим например детализирует закон о том что при каков каков должен быть приговор в случае если женщина была атакована в городе насильником и том случае если она атакована была в поле в поле ее некому защитить и поэтому она освобождается от всякой ответственности судебный вот так вот ангел господин ангел божий приходит жене мануаха второй раз что теперь я хотел бы в этой связи напомнить то что пишет иосиф флавий об этом рассказе иосиф флавий как правило отражает какие-то древние экзогетические традиции талмуде скажем мудрецов мы не находим такого описания но вот что флавий пишет в иудейских древности древности он говорит о том что мануах страшно ревновал свою жену после того что она рассказала о приходе к ней ангела поскольку как он пишет она описывала его необычайную красоту и это ей пришли и как бы все ее так флавий это описывает все ее попытки доказать мужу что за этим ничего ничего предосудительного в ее встречах с ангелом не было они как бы вызваны вот эти вот этой ревнивостью подозрительностью мужа сделала практически дошло до что называется закона соты значит это язык эзогетическая традиция несомненно каким-то образом отражает представление о том что можно прочесть этот текст таким образом что между ангелом и женой мануаха происходило нечто больше чем просто разговор в скобках отмечу что жаботинский своем знаменитом романе самсон назарей как бы спустил с небес на землю и превратил этого ангела филистимлянина вот на самом деле его происхождение до конца не ясно этого человека но во всяком случае это земной человек который от которого действительно жена мануаха и рождает своего сына и которого сам мануах потом находит и убивает это замечание в скобках это уже как бы современная экзогеза современное объяснение но она как бы тоже бьет все в ту же все в ту же точку теперь понятно что есть нечто божественное в шимшоне это божественное во первых заключается в том что он назир и как сказано назир и лу химии он будет божьим назиром посвященным богу от чрева матери то есть как бы есть в нем сам этот человек сам этот ангел то называется ангелом господним то называется и шхай лу хим а то есть как бы терминологически опять же между этим ангелом и шимшоном прослеживается некоторая связь назир и лу хим и шхай лу хим теперь имя имя шимшона она тоже играет определенную роль потому что происходит его зовут шимшон любопытно что тоже флавий объясняет имя шимшона данном случае как силач он пишет шимшон это значит силач откуда такое странное объяснение всякий кто знает иврит удивиться все это вдруг шимшон силач там явно проглядывает слова шимш надо полагать что это как-то связано с тем что написано в песне дворы в книге шов тим где сказано что любящий всевышнего там сказано так бога вам пицет ха шемеш бигура то значит как бы любящий всевышнего они как восходящее солнце в силе своей надо полагать что это экзогетическая традиция которая объясняет имя шимшона связи с вот этой силой она видимо как носит определенный апологетический характер чтобы не сказать что-то другое теперь что другое мы сейчас увидим но я просто хотел бы еще напомнить что есть целый ряд целый такая довольно большая цепочка агадот связанных с шимшоном в трактате сота на десятом листе в илонском талмуде так вот там тоже приводится объяснение имени шимшона и как же это как же это объясняется объясняется это следующим образом сказал араби йоханан шимшон аль шмоша лакадош бару никра шимшон назван по имени всевышнего почему потому что в книге ты или написано кишин и шума ген ашами лохим в восемьдесят четвертом солне потому что господь бог он как он солнца и щит а и поэтому шимшон назван этим именем теперь опять же таки надо иметь ввиду что в самом тексте тонаха отсутствует какое бы то ни было объяснение имени шимшона казалось бы мы имели право ожидать такого объяснения поскольку все таки это нестандартный герой нестандартно описывается его рождение если сравнить с рождением шумуэля например во многом напоминающим рождение шимшона об этом еще в свое время будем говорить и мешаем шумуэля объясняется дается толкование мидрашем скажем в связи с рождением из хака с рождением якова опять же есть объяснение имени и с рождением йосефа урах или а здесь почему-то объяснение нет и это настораживает настораживает и заставляет задуматься почему так стараются разные эзотические традиции еще со времен второго храма дать некое объяснение этому имени которая носит абсолютно кошерный характер видимо потому что естественным образом естественным образом было бы объяснить это имя как связанное просто с солнцем шимшон шамеш тем более что на дело колено дана находится очень недалеко от иудейского бетшемши как раз шимшон действует хотя в ее рассказы о нем большим лично упоминается но он действует между ссоры и что и что он им вот недалеко в общем от битшемеша и за этим возможно и даже вероятно стоит солнечного божества любопытно кстати говоря что один раз слова солнца упоминается в рассказах о шимшоне только не слова шемеш а синонимичное ему слова херес и харса когда шимшон задает загадки на брачном своем пире но там сказано что это происходит в темнате и решение загадки дается когда зашло солнце и вот там употребляется слово харса херес херес это поэтическое обозначение солнца в танахе с точки зрения такого исследователя как и ирзакович что появление такого рода слова это так сказать скрытое толкование имени шимшона значит опять же в скобках отмечу что по поводу иошуа рассказывается и уже обину на что место где он был похоронен называется юшуа темна церах а в книге шов тем с перестановкой буков темна херес и это видимо другая темна как полагают исследователи и темна на в наделе ефраева они надели дано вот но так ли иначе любопытен комментарий раши который опирается на мидраж он пишет что есть исходное название было темна херес то есть темна темна солнечная и для чего было изменено название для того чтобы не дай бог после смерти его шуа не начался бы вокруг его могилы культ солнечного божества что это тот человек который остановил солнце и поэтому меняется на темна церах а слова сырах помимо прочего имеет вы видите отрицательные коннотации связанные с дурным запахом с грехом вот и налицо некоторая попытка снять возможность усмотрения в образе шимшона солнечного божества надо отметить что когда ангел встретившись с уже из монохом и с его женой улетает небеса то там сказано ваяль малах а дунай бэлла хаба мизбэх он поднимается в пламени жертвенника это как бы взмывание в небеса в пламени очень сильно напоминает другую историю хорошо нам известную из книги малах им о том как пророк или я у поднимается на огненной колеснице в небеса и это конечно опять же заставляет нас задуматься о возможных параллелях связанных с солнечным божеством и и там скажем с тем же можно говорить о греческом гериосе как некоторые параллели вот свое время были написаны были написаны разного рода статьи библеистами которые были посвящены посвящены вот этим параллелям между шимшоном и древнегреческой мифологии мы это еще затронем когда будем говорить о странствиях колена дана но как бы это было разбито на различные элементы и к тем элементам которые я уже упоминал можно добавить еще и взаимоотношения шимшона с женщинами значит как бы с одной стороны с одной назир и лохим не обозначает безбрачие христианское понимание назарейство и монашество чуждо библейскому представлению о назарействе а назарействе по крайней мере как так как она описывается в книге мидбар в территории временное назарействе есть запреты которые накладываются на такого назарея скажем слишком волос употребление каких бы то ни было продуктов связанных с изготовлением вина и винограда вот но не безбрачие в то же самое время от заре как бы все-таки ожидается по всей видимости какое-то ну скажем поведение человека святого в чем-то назарей является по крайней мере исходя из торы своего рода кухен на час жрец конечно конечно это наши мудрецы подчеркивают когда они говорят о соответствии глав тот кто видит суду станет назареем и чтобы перестать пить вино от страницы от вина они как бы связывают не то что он должен быть безбрачным но от разврата его как бы верно отодвигает то что он не пьет вино верно совершенно точно хазаль как бы они исходят из такого понятия базисного как смехут паршет говорят о том что соединение двух казалось бы совершенно автономных текстов не может быть в торе случайным это не часто как бы эту методику используют в данном случае действительно поскольку история с назареем находится рядом с законом о соте то да конечно они это связывают и так как ты действительно говоришь прочерчивают такую линию именно в связи с этим странным представляется то что шимшон в рассказах о нем представляет предстает человек человек который большую часть своей энергии тратит на то что как бы решает свои проблемы связанные своим отношением женским полом есть по крайней мере в его жизни три женщины судя по всему все три связаны с филистимлянами жена его очевидно филистимлянка который он берет жены несмотря на то что родители его против такого брака потом находит себе блудницу городе газе азии и наконец такой вариантный рассказ связанный с блудницей это знаменитый рассказ с женщиной по имени длила которая находится живет долине 40 вот там он ее полюбил и она называется блудницей но поведение и выглядит таким несколько очевидно проблематичным в результате она его и придают в общем шимшон опять-таки предстает как такой вполне можно сказать языческий герой а потому что языческие герои такого плана они действительно постоянно находятся в этом замкнутом круге связанным с женским вопросом вот и и здесь может быть уместно вспомнить двух женщин геракла одна из них одна из них анфала принцесса анфала который геракл вынужден был пойти в служение как наказание от богов и прелещенный красотой этой анфалы он садится и начинает ткать садится в ткацкому станку занимается женской работой и это практически губит его так вот я напомню что нечто подобное происходит и с шимшоном в его отношениях с долиной там действительно присутствует там не говорится правда что сам шимшон занимается в качестве но сама и когда для лавы выведут пытается выведать его секрет его чудесной силы заключенные волосах то один из ответов которые он дает связан как раз действительно с ткацким станком если его волосы превратить в семь косичек на ткацком станке то тогда он лишится своей силы вот так что такая как бы линия вполне очевидно вот так кроме того есть еще такая женщина в жизни геракла его жена по имени дианира из-за которой он гибнет конечно не совсем такой сюжет как сюжет шимшона в чем-то они будут сравнивать степень трагичности этих сюжетов но так или иначе где длила придает шимшона совершенно сознательно по крайней мере под давлением своих соотечественников филистинлян а дианира по ошибке и и кентаврнес и в результате геракл гибнет из-за того что она дает ему некое зелье которое его убивает она думает что это зелье приворотное как бы в каком смысле этот сюжет является своего рода зеркальным отражением сюжета о шимшоне и длиле вот значит я уже упоминал рассказ о воротах газы о столбах где шимшон демонстрирует свою колоссальную совершенно нечеловеческую силу а мудрецы в том же в том же трактате сута еще и как бы гиперболизирует это рассказывая о том каких необычайных размеров были эти ворота и соответственно какая это уже даже не косая сажение плечах было у шимшона 60 таких сажений в общем как бы человек очевидно обладающий сверхчеловеческой силы ну вот если это все подытожить то к чему мы приходим мы приходим к тому что сквозь библейский рассказ о шимшоне явно пробиваются мотивы мифологические знакомые нам как по древнему востоку так и по древней греции и судя по всему как это часто происходит библейский рассказ пытается нейтрализовать эти мотивы нейтрализовать при помощи различных средств с одной стороны при помощи определенного умолчания как видим это связи с именем шимшона и так и при помощи некоторого двусмысленного описания рассказа о встрече между ангелом и женой монаха и третья очень существенная тактика которая еще не упоминал это изображение религиозности шимшона вообще нельзя сказать что шимшон часто вспоминает о боге этих рассказов он как бы такой бесшабашный герой чье назарейство скорее формальный знак вот эти его волос кстати говоря сколько мне помнится мотив кого вот тоже гривы волос как некоторого божественного знака наличествует и в греческих некоторых текстах который божья крона которая обещает бессмертие вот но все-таки дважды чем шон обращается бог один раз когда он сражается с филистимлянами уже после своего не удавшегося брака и бросает них аслиную челюсть и дальше рассказывается о том что он вас жаждал когда он вас жаждал говорится так вы и цена мелодь в и край ладунай ваю мар а то на тата баяда в дыха это тысячу вот ты он вас жаждал и вызвал господа искал ты отдал ты дал в руку своему рабу это великое спасение даровал своему рабу это великое спасение а теперь я умираю от жажды и и попаду в руки к этим не обрезанным и тогда бог совершает чудо разбивает как несколько раз происходит танахи иногда усилиями людей а в данном случае усилиями самого бога значит как бы камень и оттуда выходит вода что и оживляет шим шона и он дает этому месту соответствующее название эйнгакуре ашербалехи почему-то понимается так что это значит источник того который воззывал а второй раз шим шон обращается богу перед смертью вот этот это молитва перед смертью окрашивает совершенно особый то на то что происходит она особого трагизма на шим шон выставлен на всеобщее посмешище он ослеплен мудрецы кстати говорят о том опять же в том же месте в трактате сута что человек который следовал за своими глазами то есть на простом и грубом языке вел себя как бабник ильюбачий он в результате лишился своих глаз но при том что вот он казалось бы в такой комической ситуации когда все над ним смеются и более того мудрецы еще и усиливает гиперболизирует этот смех говоря о том что филистинлянские женщины приводили приходили к нему и он их так сказать всех оплодотворил с тем чтобы рождались герои при этом он как бы беспомощен и слеп но вот момент этого гомерического хохота шим шон перед тем как обхватить стволы и обрушить храм догона обращается к богу и говорит говорит следующее слово сейчас я секунду найду их говорит господи вспомни меня сейчас дай мне силу в этот раз чтобы я отомстил филистинлян хотя бы за один из моих ослепленных глаз и потом он говорит пусть произносит такое выражение которое стало своего рода мото там от навши им плещтин да умрет душа моя вместе с филистинлянами то есть шим шон в каком-то смысле даже конечно анахронизм называть его так но в чем-то он здесь предстает как мартир как тот кто мэкадэш это шэм освещает божье имя умирает за веру в бога за свой народ если мы таким образом подытоживаем разговор о шим шоне книги шуфтин то мы можем сказать так фигура это как он изображен крайне неоднозначная с одной стороны он предстает именно благодаря вот всем этим мифологическим всему этому мифологическому эху всем этим мифологическим отзвуком он предстает как такой полуязыческий герой в глазах что в глазах английских авторов конечно предосудительная вещь и может быть неспроста я уже говорил об этом автор книги судей редактор автор-редактор книги судей расположил рассказ о нем как последний из рассказов о суде если действительно он преследовал цель изобразить некоторую деградацию эпохи судей то он вполне в этом преуспел вот шим шон это как бы последний судей который в общем с трудом может претендовать на имя вождя израиля и потому что он действует в одиночку и потому что он странно так себя ведет он так сказать как бы вождь вождь поневоле он к этому не стремится на самом деле то что заставляли это напрямую написано в танахе что бог использует его как своего рода инструмент для поражения филистимлян чего сам шим шон не осознает сам он действует исходя из этих вот своих внутренних импульсов исходя из своего либидо но поневоле он превращается в вождя и спасителя израиля от филистимлян и таким образом может быть его фигура в книге судей является наиболее сложным и черт последняя черта подводимая здесь именно благодаря вот этому рассказу о его трагической можно сказать высокой гибели превращает его действительно в героя в рамках этого рассказа вот мы сделаем небольшую остановку перед тем как идти к второй части нашего обсуждения и если есть вопросы и замечания то я буду рад напоминаю о нашем регламенте две минуты на вопросы или замечания могли разные высказываться пожалуйста можно да вы знаете вопрос такой возникает зачем то есть я сейчас поясню одно дело если мы предполагаем что какое-то событие было вполне прозаическим а ему потом придали какой-то божественный смысл добавили туда какие-то элементы и так далее вот но здесь зачем создавать явно сказку да еще с элементами язычества и включать ее в тонах я понял ваш вопрос григорий постараюсь на него кратко ответить сразу бы хотел сказать это касается отнюдь только книги судья практически всех библейских книг как они создаются они создаются одноразово это не то что сидит автор пишет один есть скорее они создаются в результате эффекта снежного кома сначала и существует какие-то видимо довольно немалое количество устных традиций сказаний потом они на определенном этапе достаточно поздним видимо начинают записываться потом отдельные сказания собираются в некоторые сборники соединяются вместе и потом как бы собирается целая книга а потом соединяются несколько книг вместе на определенном этапе эти книги начинают канонизироваться освещаться теперь почему это все говорит потому что существовали видимо истории рассказы я сейчас не вдавался филологический анализ тех мест в историях шимшона которые очевидно вариантны как очень часто бывает тонахи существовали истории о шимшоне происхождение их видимо северная как и большинство история суде там они видимо имели устное хождение потом как какой-то момент были записаны и включены конечном счете сборник истории о суде мы видим что скажем так совсем правильно этот термин но все-таки используем его цензура библейских авторов работала таким образом она стремилась как можно больше сохранить и как можно меньше отбросить вы сохранить для этого нужно некоторые усилия предпринять для того чтобы придать тем или иным сюжетами или рассказом которые носят проблематичный характер придать им какой-то более подходящий и менее проблематичный вид иногда впрочем случае короткая история сыновьях божих и дочерях человеческих почти не сделано никакого изменения в тексте в исходном тексте вот но в общем такие истории есть и вопрос зачем он как бы не совсем корректен потому что это священная традиция потому что эта традиция которая была собрана и на определенном этапе освящена и в тот момент когда это происходит уже нет вопроса зачем есть вопрос только как это истолковать как это объяснить и это делается уже внутри самого танаха внутри библейская экзегеза а потом более поздние времена когда текст канонизирован пишутся уже создаются комментарии вокруг текста вот такой вопрос историческая подоплека есть какая-то этому было столкновение с фалисимилианами было в истории что такое что касается самого самого противостояния между древним израилем и фалисимилианами это несомненный исторический факт да конечно происходили столкновения особенно наиболее явной форме они происходят в десятом веке до новой эры вот как раз те времена которые описываются в книге шмуэль значит так что сама по себе историческая подоплека столкновения филистимлян потомков одного из народов моря и древнего израиля имеет под собой реальную основу что касается конкретных рассказов которые тонах передает скажем рассказов о шимшоне то во многих других случаях их очень трудно наверное просто невозможно верифицировать тем более что рассказы о шимшоне как справедливо заметил григорий они носят если не волшебный характер то сами очень такой малореалистический есть еще какие-то вопросы или замечания у кого-то перед тем как мы продолжаем окей давайте продолжим сейчас дима можно дима можно конечно я не знаю я в принципе как бы ну вот может быть дополняя гришу да вот из того что как бы спросил гриша из того что ты ответил ну хорошо я понимаю более-менее как ты это отбил да что хотели чтобы большинство вас чтобы вошло по максимуму но если поставить вопрос по-другому а была какая была главная причина для канонизации например вот этого детства что значит канонизация но дело не у святым такая на медиа это что это только главный параметр как ты сказал идея включить как можно больше нет конечно это это включить как можно больше это я описал работу редакторов еврейских текстов а что касается как то я повторяю мы можем вообразить себе такую ситуацию примерно в 720 году гибнет самаре гибнет израильское царство поток беженцев хлынул в иудею и в частности в ирусарим результат чего население иерусалима возросло многократно теперь эти люди разумеется приносит собой традиции разного рода традиции связанные с историей древнего израиля на определенном этапе начинается собирание этих традиций и попытка создать некоторое цельное единое историческое повествование которое повествует рассказывает историю древнего израиля и даже начиная с сотворения мира и далее кончая разрушение первого храма значит по крайней мере начиная с исхода из египта и кончая разрушением первого храма был ли это один автор как полагал мартин но было ли это целая школа как полагают большинство сегодняшних исследователей так называемая дифтерономистическая школа так или иначе они создают некоторое беспрецедентное произведение для древневосточной литературы мы нигде те времена не находим такого цельного единого и длинного исторического произведения сравнения на древнем востоке те времена существовали там всякие царские надписи аналы хроники но не более того вот до геродота еще пройдет некоторое время он еще не появился то есть как бы это беспрецедентный труд и судя по всему авторы или авторы этого труда включили свое произведение все что могло как бы вот создать эту единую цепочку и истории израиля и шимшон часть этой цепочки рассказы о нем как рассказы о судье израиля эта часть цепочки и канонизировался не конкретно рассказа шимшон канонизировано было в результате все это произведение можно гипотезу высказать согласитесь вы или нет такой гипотезой что вот этот и монотеизм и идея централизации всего объединения то есть если уже есть какие-то устные сказания они ходят по рукам и рассказывают их и все то очевидно священники заинтересованы их как бы приходить то есть создать из них какой-то определенный вариант так как он должен быть канонически чтобы не было разночтение разномыслия чтобы эти все истории они не как бы не были со стороны откуда-то да вот кто-то что-то одно придумает вот другое то есть тогда уже толкуется конкретная книга с канонизированным текстом и все отпадают всякие другие варианты всякие другие да вот и это как бы может быть священники и царские писцы возможно не несколько разных кругов стоят за этой деятельностью но да я согласен да да можно еще один вариант но это не мой вариант это я была даже на одной из конференций археологических там говорили в частности про это как раз про шимшона что шимшон был до раби шимона барьёха туристической аттракцией на севере и что включение в канон именно отрывков связанных шимшоном объясняется тем что вот как были ну легитимация его как такого героя севера а я единственно не уловил плохо расслышал как это связано с раби шимоном барьёхаем до шимона барьёхая до его могилы на севере была аттракция туристическая а это и даже в стародавние времена было важно это не потому что сейчас да у нас друзья гиды а потому что это и тогда приносило денежки в общем и всякое всякие плюсы хава спасибо я это не моя идея я не помню правда к сожалению чья чья это была лекция но очень вполне было хава спасибо единственное что я скажу что шимшон не единственный мы это уже обсуждали значит все судьи за исключением от нееля сына кназа все северяне и главная и ушел бену на чьей могиле тоже идет речь в конце книги ушел он тоже северянин тоже из колена ефраема так что это само по себе не как бы вполне возможный тоже аргумент как бы культ культ умерших героев и не зря как я сказал утраше приводит этот мидраж как на самом деле известная известен мудрец известен мидраж о том почему почему мы не знаем где находится могила мошей именно для того чтобы предотвратить какое какие бы то ни было культовые действия вокруг этой могилы но в принципе да я как бы как некоторые дополнительный фактор это вполне могло действовать теперь я все же в оставшееся время хочу по крайней мере открыть тему связанную с вторым явлением колена дана книги судей и что любопытно есть некоторая композиция все начинается с колена бенемина и кончается коленом бенемина мы помним об этом на начинается начинается с игура бенгеры мы отставляем стороне явно позднее при прикрепленный пришитый эпизод связанный с отниелем сыном тназа из колена иуды все начинается с игура бенгеры кончается войной с коленом бенемина и между ними вопытно да вот как бы последний рассказ это о шумшоне из сына дана из колена дана и сразу после этого история о колене о странствиях колена дана а это конечно не случайно такая композиция вот теперь вкратце чтобы не множить слишком долго пересказ того что вы сами можете прочесть значит о чем говорится в 17 и 18 главах книги судей там где вот собственно эта история рассказывается я немножко и уже упоминал она начинается с рассказа о том как некий человек из колена из горы эфраема по имени михайгу украл у собственной матери деньги она прокляла вора а в результате выяснилось что это ее собственный сын и тогда когда деньги эти вернулись мать посвящает эти деньги говорит сыну что нужно создать некоторого некоторая божественная божественную статую пэсэру масыха и он то делает а также как бы говорится о том что у него есть небольшое святилище домашнее там есть священнические принадлежности и фоду трофим и он одного из своих сыновей делает кухеном сама по себе эта история ну как бы мы знаем о том что были местные святилища в библейские времена что священство отнюдь не было привилегией исключительно дома арона и скажем дома цадока или какого-либо другого дома были священники на местах но очевидно что то что здесь рассказывается рассказывается как бы в рамках перспективы где эти вещи осуждаются это видно из дальнейшего повествования на человек нарушает заповедь на он создает не то чтобы он служит другому богу служит богу израиля но при этом он создает его изображение то что запрещено законом при этом как бы в основе создания этого храма лежит воровство он украл родной матери деньги то есть очевидно что это за семейство и что это за служение богу дальше рассказывается о том что мимо проходил некий юноша из бейт-лехема иудейского который был левитом и он проходит мимо этого дома и меха узнав что о том что он левит а левиты в рамках этого повествования воспринимается как люди божьи которым пристала служить в святилище он ему предлагает чего ты будешь скитаться я тебе буду платить ты будешь у меня священником на что этот левит соглашает соглашается и этим заканчивается 17 глава 18 глава начинается некоторым утверждением о котором мы еще будем говорить следующий раз в те дни нет царя у израиля и как бы переносится взгляд читателя или так сказать зрителя как кино на историю колено данных и рассказывается о том что колено данных посылает пятерых разведчиков разведать дополнительное место для своего надела потому что их на делах не устраивает им тесно и вот эти разведчики приходят как раз к дому мехи тут то и происходит встреча и они спрашивают у этого левита кто он такой чем он занимается узнаю что он священник в этом доме и говорят знаешь что вопросе как бога если пусть он скажет будет ли удачлив наш путь и левит это дело говорит будет ваш путь удача эти пятеро продолжают свой путь доходят до севера почти до границы с цедоном то есть финикийцами обнаруживают там некий город жители которого беспить абсолютно беспечный и в то же самое время видимо это какие-то какая-то финикийская колония но при этом далекая цедона и поэтому никто их не может защитить и они возвращаются потом к себе как раз то место где действовал шимшон бы цора и что он и говорят в колени да она вот мы разведали землю почти полное повторение рассказа известных рассказов разведчиков частности книги бенгвар земля очень хорошая а и поэтому нам не следует лениться пойти и унаследовать казалось бы это антитеза рассказа о разведчиках это позитивная антитеза потому что мы помним что разведчики принеся добрые вести о земле в то же самое время сказали что войти в нее нельзя за что весь народ израиля был наказан но при этом то что рассказывается дальше явно мешает все карты выходит делегация гораздо больше из колена дана нет их уже 600 человек все они вооруженные войны они при доходят опять таки до этого места где находится дом михе и и дальше рассказывается о том что они просто силой его уводят оттуда собой меня прямое насилие левита 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 уводит собой насильно то есть он пытается им сказать что здесь лучше тебе служить большому количеству народа чем одному человеку и вообще лучше лучше будет если ты будешь помалкивать ничего не говорить а когда сам меха попытался в это дело встрять и говорить как что-то происходит вы же как же так уводите у меня они ему на это отвечает заткнись не пытайся не пытайся противостоять нам на самом деле прошу прощения они говорят это они говорят это сначала самому левиту сначала они говорят а потом михаев догоняет догоняет и они ему говорят ты почему за нами побежал он говорит вы ухали у меня и мои моих богов тут как бы много очень перекличек с разными известными нами библейскими сюжетами не только естественно с сюжетом о разведчиках но в той же самой степени сюжетом о том как яков увел свое семейство арахель украла терафимов у лавана и лаван их догоняет здесь тоже упоминаются эти же терафимы вот но ответ к жители колена дана совсем не похож на ответ якова лавана готовность как бы с ним сотрудничать они ему говорят так не поднимай голос чтобы люди обозленные тебя попросту говоря не убили то есть короче говоря если хочешь остаться цел убирайся отсюда вон и он уходит выхода у него нет потому что он видит что они сильнее его и он вернулся к себе домой что же касается этой делегации 600 человек вместе с левитом то они доходят до города который называется лайш перебивают там все население никого не оставляют и сами поселяются там называем этот город по имени своего колена дан по имени отца своего и чтобы мало нам не показалось то говорится там о том что они установили вот это самое истукана это изображение божья а левит стал служить им в качестве стал служить у них священником вплоть до изгнания северного царства отгла отъем глотар и завалит звали этого левита ионатан бен гершом дальше такая интересная вещь написано бен моше сверху буковка такая вставлена буква n чтобы читали мы ионатан бен гершом бен менаше и опять таки тот же рабе шло мой цхаки раши в комментарии книги судей пишет но это как бы для того чтобы честь мужа не пострадала что у него внук такой беспутный который значит нарушает заповеди торы служит каком-то северном святилище да еще и в таком месте где есть истукана вот буквально два слова потому что мы должны заканчивать может быть следующий раз мы немножко детализируем это чтобы закончить эту тему два слова буквально очевидно что с одной стороны в этом рассказе есть какие-то корневые теологические мотивы связанные с объяснением того как возникло одно из центральных святилищ северном царстве святилище в дании нам стояли золотые тельцы так же как и в бейт или вот и видимо в рамках этой северной традиции предполагалось что священнический дом ведет свое начало от мужа что возможно в противовес южной традиции которая пестовала дом аарона северная традиция говорила что наш священник более авторитетный потому что это внук самого мужа впоследствии это как бы опять же видимо виде в результате некоторое вмешательство переписчиков чтобы спасти как говорит раша честь мужа священник был назван бен гершон бен мен наше вот но очевидно это последнее что я сейчас скажу что вся эта история представляет может быть исконную традицию о странстве от колена дана явно негативной если не сказать карикатурной форме кто такие эти дани ты здесь это фактически разбойники которые все всего достигают только благодаря своему численному превосходству и своей физической силе и все это делается для того чтобы создать нечестивая неправильное нехорошее святилище вот мы не успели сегодня сказать несколько слов оставлю это для следующего занятия дело в том что были высказаны некоторые тоже соображения на тему о связи между коленом дана и данайцами мы все конечно знаем кто такие данайцы благодаря гомеру вот но памятная о связи шимшона тоже с фигурами подобными скажем гераклу можно понять на чем основывается это утверждение и мы немножко распространим это утверждение в следующий раз и как бы завершим этот разговор о шимшоне и дани и перейдем к вопросу о царстве в книге судей в начале книги шмуэль вопросы замечания немножко задержались но если есть вопросы и замечания то пожалуйста я хочу обратить ваше внимание еще на то что это мы тоже скажем следующий раз каковы взаимоотношения рассказов о шимшоне и рассказа о колене дана вот этих странствиях колена дана который я сейчас кратко описал между ними отношения очевидно очень напряженный между двумя этими текстами вопросы замечания давай оставим может быть на следующий раз нет ну как бы есть у народа есть короткие вопросы пожалуйста вопросы есть пожалуйста насчет лаешь наверное он и хамы есть фотографии помните там гробница там такая яма большая на в дании и там гробница которая относится как раз видимо к этой эпохи и она такая мекенская что дальше просто некуда то есть то что дана-то донается но вот посмотришь на нее и да и и все как бы вопросов нет фотографии конечно у меня нет да к сожалению а я туда не долезла но я видела их мне показывали да да хорошо есть еще у кого-то спешный важный вопрос краткий который нужно задать и на который нужно отметить или мы оставляем нас на начало следующего занятия я думаю все переполнены вопросами соображениями но по-видимому требуется время для хорошо развивания но вообще говорите ну ладно не важно всем большое спасибо дадим пожалуйста сейчас комплименты да окей всем большое спасибо всем большое спасибо были очень рады что вы участвовали действительно очень рады если вы будете продолжать участвовать тем более раз продана немножко сказано то как ты классифицировал мне точно порядок записать классифицировал классифицировал неспособности как это сказать к шерут хавы дипломированный специалист но как-то более более красиво дипломированный классицист дипломированный классицист замечательно да нам этого не хватало сто процентов нас тут есть пару недипломированных но дипломировано не было сто процентов окей спасибо всем большое до следующих раз через четыре минуты мы начинаем занятия по современному игре войны от его заголовки тоже вообще пересекает стов ну хорошо